В далеком 1934 году бассейн реки Семчан изучала геологическая партия под руководством Петра Ивановича Скорнякова. Как и многие геологи 30-х годов, Петр Иванович был романтиком. Наверное, так понравилась ему эта спокойная речка с кристально чистой водой, что он назвал ее в честь своей жены Веры и нанес на топографическую карту. С тех пор это Верина река. Вот так может быть увековечена настоящая любовь. Спустя время в среднем течении реки Верина открыты кобальтовые жилы Верхнесемчанского малого месторождения, где в дальнейшем был организован Верхнесемчанский горнорудный комбинат. А ниже поселок под названием Каньон. Интересно само расположение поселка. Здесь река Верина течет, зажатая между сопок и разливается двумя руслами, образуя своеобразный остров. Вот на этом островке и развернулся поселок. Решили снять поселок. Обычно это происходит вот таким образом. Стоит Сан Саныч и где-то там витает в облаках. Дорога к поселку идет по этому невзрачному въезду. По сути, если так посмотреть, мы находимся. Вот отвалы этой фабрики. Вот сама фабрика. Вот она. А мы стоим на другом берегу реки. И, пожалуйста, пожалуйста, вот здесь будет заезд. На сегодняшний день здесь еще имеет какие-то понятные очертания центральная улица. Когда-то она называлась Голубой. От начала до конца поселка по ней можно было проехать на машине. Условно поселок делился на две части. Поселок номер один, где жили заключенные, и поселок номер два, где жили вольненаемные и расконвоированные рабочие. Ту часть, где проживали заключенные, хорошо видно с высоты. Она до сих пор обнесена по периметру обрывками колючей проволоки. Давайте сходим и посмотрим, что осталось от лагерной зоны. А за исходную точку возьмем эту вышку. Что-то там наверху интересно. На, Саша, поснимай. А, ну, снижай. И, короче говоря, уже вон стоят стойки с колючей проволокой. Одна, другая. С 1948 года на каньоне отбывали наказание заключенные Берлаго. Здесь было создано лагерное отделение номер 6. Заключенные имели усиленный режим содержания, так как по характеру совершенные ими преступления относились к контрреволюционным. Но также и был небольшой процент уголовно-бандитистствующего элемента, причем все судимы за бандитизм, побеги и другие преступления. В лагере нередко случались разборки между политическими и уголовниками. Бараки для заключенных практически развалились, но мы можем увидеть то небольшое пространство, в котором жили люди. Бараки разделены на две секции, в каждой из них насчитывается до 40 нар. На каждую секцию поставлена одна печь-бочка. Между бараками расположена крохотная сушилка для спецодежды, которая, наверное, не способна была просушить всю одежду, так как абсолютно маленького размера. Бараки были оборудованы решеткой и на ночь запирались. Где-то здесь, среди этих разрушенных зданий, находится карцер, производственная зона охраны рабочих берегового лагеря, больеры для содержания сторожевых собак. Кроме того, как написано в документах Ликвидкома, в зоне имелся ларек, баня прачечная, парикмахерская, камера хранения личных вещей, клуб с библиотекой и комнатой для чтения, амбулатория больницы с необходимыми кабинетами, изолятор. Но, скорее всего, этими привилегиями политзаключенные не пользовались. Им запрещалось покидать бараки во внерабочее время. На работу их выводили в наручниках. И шли на работу заключенные, судя по всему, по мосту, который пролегал через реку. Мост сохранился до наших дней, пройтись по нему еще можно, но вот проехать на машине, конечно же, нет. В Блесе можно увидеть, что это добротное строение из хорошего леса, поэтому и сохранился он до наших дней. Ну что ж, мы посетили поселок номер один или лагерную зону, где пребывали заключенные. А сейчас давайте немного попробуем прогуляться по заросшим улицам поселка номер два, где жили вольнонаемные и расконвоированные рабочие и заглянуть в дома или то, что от них осталось. Как выглядел поселок раньше, мы можем лишь догадываться. Но сейчас же имеем полную возможность включить свое воображение и представить ту жизнь, которой жили люди в те суровые времена. Ну, можно, да. Вот, еще один домик. Ну, здоровый этот дом. По ощущениям, скорее всего, дом строился для больнонаемных семейных людей, так как даже в такой разрухе чувствуется, что жили люди в нем с комфортом по тем меркам. В каждой комнате попечки, и это действительно значимый уют. Кстати, как говорит семчанская газета «Металл Родине» от 5 февраля 1950 года, поселок был полностью электрофицированным, радиофицированным, телефонизированным. Воды, которые несет река Верина, отличаются хорошим качеством. И ее подрослые потоки в период существования поселка использовались для его водоснабжения. В зимнее время и фабрика, и поселок полностью обеспечивались водой из двух артезианских скважин глубиной 70 метров. Это, конечно же, достаточно весомый признак благополучия. Но газетные статьи того времени нам говорят, что жители каньона были недовольны бытовым обслуживанием в поселке. Так отмечается во многих статьях семчанской газеты «Металл Родине». Да, это смородина дикая с ягодками. Скоро зазеленеет, все будет красненькое. Хотите вкусную смородину, езжайте в поселок Каньон, Магаданская область. Кстати, в поселке вольнонаемных Бутук и Чага тоже полно смородины. И тоже сочная и вкусная. Так, надо выходить. Давайте прогуляемся в дом, что стоит совсем рядом с дорогой. На мой взгляд, он строился как общежитие, так как прослеживается, что условия проживания здесь были несколько иные, чем в предыдущем доме. Нет печей в каждой комнате. В газетах того времени отмечалось, что в бытовых условиях жизни рабочих большое количество недостатков. Для их устранения привлекали женщин-общественниц. Например, во второй половине марта 1950 года на Каньонском комбинате состоялось отчетно-перевыборное собрание женсовета. На собрание трудящиеся подвергли резкой критике бездеятельность некоторых членов совета. Во вновь избранную комиссию вошли энергичные общественницы, председателем которой они избрали товарища Кондрашову. Спустя несколько дней после собрания члены женсовета наметили план работы и обошли горняцкие общежития, взяв шефство над ними. Чтобы создать уют в этих жилых помещениях, женщины приступили к массовому шитью занавесок на окна и чехлов на кровати. Ну и как всегда, в обязательствах того времени срок приведения общежития комбината в образцовый порядок был приурочен к 1 мая. Сейчас давайте перейдем дорогу и подойдем по нашим наблюдениям к единственному кирпичному зданию во всем поселке. Это клуб. Его начали строить в 1950 году. Большую помощь строителям оказывали горняки и обогатители. Многие из них ежедневно трудились здесь после работы на основном производстве. Особенно активное участие в строительстве принимали комсомольцы. Они решили взять новостройку под свое шефство и организовали свой коллектив на то, чтобы новый клуб был сдан 1 января 1951 года. Но в реальности его достроили лишь в 1953 году. А доделки на сумму 150 тысяч рублей закончены в 1954, как раз накануне ликвидации Верхнесемчанского комбината и упразднения поселка Каньон. В клубе был зрительный зал, два фойе и служебные комнаты. Но вы не думайте, что культурная жизнь обошла стороной этот поселок. Наверное, был и другой старый деревянный клуб, так как в газетах пишется, что коллективом Верхнесемчанского комбината проводились вечера культурного отдыха. В частности, в годовщине Великого Октября 1950 года был подготовлен праздничный концерт. В программе концерта – квартет «Домр», дуэт и сольные выступления певцов. Участники драматической группы показали скетч «Дальнее следование». Хор, состоящий из 35 человек, исполнил кантату о Сталине и гимн демократической молодежи. Вы слышали когда-нибудь кантату о Сталине? Нет? Тогда послушайте, а мы пройдемся дальше. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Ну вот, друзья, отошли мы от клуба с вами примерно метров 30, наверное. Буквально рядом, в шаговой доступности находится интересное здание, которое лично меня привело в полнейший восторг. ПЕСНЯ А тут дальше… Ох ты, нифига! Дальше туалет на тречке! ПЕСНЯ Вот это… ПЕСНЯ 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 А что здесь было интересно? Мы бывали на разных объектах периода дальстроя и сделали для себя вывод, что самое устойчивое и надежное строение, дожившее до наших дней в наилучшем виде, является, как вы думаете, что? Общественный туалет. Не верите? Этот туалет стоит недалеко от Вернесемчанской фабрики. Как мы все знаем, архитектура общественных туалетов в тех времен была незамысловата. Четыре стены с дверью и несколько отверстий в доске поверх выгребной ямы. Туалет на три очка. Да. Он был почти на четыре, но проектировщик, видимо, передумал делать на четыре и все-таки сделал на три. Хотя на четыре было бы тоже ничего. Там двое, а здесь один, видимо, какой-то ВИП. Блуждая по дебрям поселка Каньон, и смотря на это здание, я ожидала увидеть очередной большой дом для жильцов. А оказалось, что это общественный туалет. Просто шедевр технической мысли тех времен. А, точно! Да нет, с той стороны это был дом, а с этой стороны... Это туалет. Так сказать, туалет со всеми удобствами. Ой, плохо видно. С одной стороны дом, а с другой стороны туалет. Прикольно. Абсолютно прикольно. Только как они... Тут уже домысливать надо. Так, надо идти обратно. Возможно, на этой стороне дороги, недалеко от клуба, находилась котельная. Во всяком случае, в газетах пишется, что в поселке имелась своя котельная, которая отапливала рядом стоящие дома, клуб, столовую, пекарню, баню-прачечную. Столовая имела пропускную способность 200 человек столующихся. Пекарня могла обеспечить хлебом и булочными изделиями 1100 человек. Но, к сожалению, большинство рабочих в столовой не питались. Обеды готовились невкусно, и цена их была высока. Пищу рабочие были вынуждены варить в консервных банках. Почему так? В быту ощущалась острая нехватка кружек, ложек и тарелок. Пропускная способность бани-прачечная составляла до 1000 человек в неделю. К тому же имелись отдельные номера. Но, скорее всего, котельная работала с перебоями. Наверное, из-за нехватки дров. Так как в газетных статьях указывается, что в домах о клубе поселка зачастую бывает холодно и неуютно. В бане нередко отсутствует горячая вода. Мы с вами подошли к дому, где до сих пор сохранилось деревянное резное крыльцо. Других домов с какими-либо украшениями мы при обходе поселка больше не встречали. Очень похоже на то, что это дом на две семьи. Но, по сути, обращая внимание на то, как незамысловато выглядят сохранившиеся дома в поселке, можно себе представить, что это была школа. О работе школы заметки в газетах не попадались. Однако прослеживалась информация, что на летних канюкулах дети часто выезжали в пионерские лагеря. Упоминается два. Наш Макаданский Северный Артек и стоящий на берегу реки Семчан дом отдыха под названием Березовая роща. Дом отдыха был открыт в 1948 году и в зимнее время он принимал горняков для отдыха и оздоровления, а в летний период – детей. Для школьников создавались все необходимые условия – спальный корпус, летняя столовая, клуб, спортивный городок, бани с душевыми и ванными, купальни. Но дети мечтали, чтобы в пионерском лагере был построен также и бассейн. На топографической карте мы можем увидеть, что дом отдыха Березовая роща находился в 10 километрах от поселка Семчан и стоял на берегу одноименной реки Семчан. Все, что сейчас мы можем увидеть по спутниковой карте в месте расположения дома отдыха – это лишь зарастающий пустырь. И это очень и очень печально. В газетных статьях 50-х годов часто попадается информация о футбольных турнирах между горнопромышленными управлениями, которые проводились на стадионе поселка Семчан. На Каньоне тоже был свой стадион с красиво оформленными крытыми трибунами для зрителей и помещением для переодевания спортсменов. Молодежь Каньона любила футбол, но кроме него, судя по заметкам, другие виды спорта в поселке не развивались, а многие жители хотели бы заняться легкой атлетикой, играть в городки, потренироваться в беге, в прыжках, в длину и высоту, в метании гранаты. Но и, как понимается из газет, желания жителей так и не сбылись, так как в 1954 году поселок ликвидировали. Блуждая здесь, мы не нашли места, где бы прослеживались очертания стадиона. Так все густо заросло. Ну а теперь вопрос к вам, уважаемые зрители. Как вы думаете, что это за объект? Сразу хочу сказать, ответа мы не знаем. Ну она вся бросла, явно есть калипка. Что это такое, я понять не могу. И вся вот эта площадь, она как-то разделена на квадратики. Ну тут я вообще не берусь рассуждать, потому что вчера я подумала, ого, как бы мы зашли на кладбище что ли. Но ведь по топографической карте, кладбище-то не здесь, есть кладбище там, находится где метеостанция, рядышком, недалеко, мы туда ходили. А это вот прям реально, тут все в квадратиках. Вся вот эта площадь. Ну не знаю. Не знаю что. Ладно, идем дальше. Давайте еще немножко пройдемся по оставшимся в поселке домам. Надо отметить, что все они находятся в таком полуразрушенном состоянии, и трудно уже определить их назначение. Возможно, в одном из этих домов находились детские ясли, которые были открыты весной 50-го года. В период открытия в Яслях воспитывалось 26 малышей, и большую помощь для детского учреждения оказывали женщины-общественницы, которые изготавливали занавески на окна, чехлы к кроваткам, скатерти, салфетки. Сейчас такого слова в обиходе, наверное, уже и нет. Есть другое. Волонтеры. Каждый раз, когда мы посещаем заброшенные поселки, обращаем внимание на стены жилых помещений. Очень часто в разрушенных домах встречаются разные оттенки побелки на стенах и украшения, которые в полной мере олицетворяют моду 50-х годов. Это было красиво. Несмотря на то, что люди жили глубоко в тайге, все же хотелось как-то украсить свой быт. Где-то прослеживается рисунок, нанесенный с помощью трафарета, а где-то прям видно, что люди рисовали самостоятельно. Ну, красиво же! Мы прикоснулись лишь к самому краешку истории поселка Каньон, но и этого хватило, чтобы узнать, что люди здесь жили и трудились не в самых легких условиях. Да и где они были, эти легкие условия-то на Колыме? Когда-то в горнопромышленном сообществе слава о Каньоне гремела, теперь мы собираем историю о нем по крупицам. Впрочем, не только о нем. Нам пора в обратный путь. Хочется вам показать, как мы его преодолели и поделиться интересными заметками из газет того времени. Но это уже другая история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова